Здравствуйте. На Донбассе долгожданное наступление, и даже нацикам, засевшим на Азовстале, дали гуманитарный коридор. Хотелось бы надеяться, что далеко они не убегут и в конечном итоге предстанут перед правосудием. Но вот несмотря на эти локальные, хотя очень важные, победы, стратегическая инициатива все равно остается пока за противником. Это признает даже бывший премьер Медведев, который вчера порадовал, в кавычках, конечно, россиян, известием о том, что нам нужно готовиться к агрессии НАТО. Видимо, на всех границах. Тем временем Запад действительно борзеет. Корпорация Google, ее филиал Google Map, снял гриф секретности с российских стратегических объектов, в том числе военных. Понятно, что для Пентагона они не представляли особого секрета, но для всяких отморозков, террористов, безусловно, представляют определенный интерес. Поэтому есть основания полагать, что корпорация Google и все ее продукты, включая YouTube, начали обратный отсчет. Они будут, скорее всего, отключены в России в ближайшие дни. Однако главное наступление противник развивает внутри России. В частности, премьер Мишустин заявил второго дня о том, что с 1 января будущего года все госуслуги переводятся в онлайн-электронный режим. Это стало возможно, как мы уже неоднократно говорили, благодаря появлению закона об эфире, Едином федеральном информационном регистре и тотальном сборе всех наших персональных данных в эту базу данных, которая особенно активно производилась с 1 января текущего года. Параллельно в Думу был внесен законопроект о легализации цифрового обучения, то есть того самого, с чем мы боремся уже несколько лет. И надо сказать, что вот эта вся, весь этот, вся эта попытка блицкрига цифросектантов, она совпала, почти совпала со временем, с решением американского бигтека, который неожиданно отменил антироссийские санкции и передумал уходить из России. Так что, видимо, именно на их программную поддержку рассчитывает господин Мишустин. Ну и, наконец, нельзя не сказать об элливере Набиулиной, которую уже завтра собираются переутвердить в должности главы Центробанка. Ей сделали вчера небольшой сюрприз, то есть такой подарочек ритуальный, а именно Канада внесла ее в санкционный список вместе с олигархами Фридманом и Авином. До сих пор Набиулина, как любимая банкирша Международного валютного фонда, ни в каких санкционных списках не фигурировала. Но вряд ли это изменило ее сущность и тем более не может служить оправданием за ее действия, ее политику во все предшествующие годы. Кстати, символично, что сегодня Церковь вспоминает предательство Христа Иудой. Так что желаем депутатам вдохновения, когда они будут голосовать за Эльвира Сахибзадовна. Вообще неадекватность нашей власти на всех уровнях она просто потрясает. Не далее, чем вчера министр иностранного отдела Лавров заявил в очередной раз, что Россия не собирается менять режим на Украине. Как это сочетается с деноцификацией Украины, которую президент Путин объявил главной целью спецоперации, не очень понятно. Ну и не можем пройти мимо еще одного важного персонажа современной истории, а именно министра обороны Сергея Шойгу, который вчера на коллегии ведомства сказал много хороших слов и среди прочего сказал о том, что российская армия переходит на новые формы ведения войны и в частности будет активнее использовать искусственный интеллект. Это, конечно, здорово, но реальность, к сожалению, очень далека от этих хотелок. Мы видим, что нашим ребятам, нашим солдатам, офицерам не хватает самого необходимого, в том числе квадрокоптеров, беспилотников и всего того, что есть у противника в избытке. Поэтому мы, конечно, победим. Мы обязательно победим, потому что с нами Бог, за нами правда. Вопрос, какой ценой это будет и как долго мы будем идти к этой победе с такой элитой, которая, похоже, не понимает масштабов происходящего. По сути дела, в сложившейся ситуации, кроме божьего благословения и доблести наших солдат и офицеров, можем надеяться только на ошибки противника. Среди последних новостей, которые нас действительно порадовали, был уход из России крупнейших международных консалтинговых агентств. Мы об этом просили и требовали это уже много-много лет. В частности, из России ушла компания McKinsey. Это британский фонд, который многие справедливо считают связанным с британской разведкой МИ-6. Именно этот фонд, кстати, советовал Сергею Семеновичу Собянину, как ему сокращать больницы. Это у него называлось оптимизация здравоохранения. И развешивать сотни тысяч камер по Москве. То есть строить электронный концлагерь. Так что бедный Сергей Семенович и его цифровой спецназ, наверное, теперь кусают локти и не знают, что им делать. И вот в этой связи вспоминаются слова первого генерал-губернатора Петербурга Карла Миниха, который говорил, что Россия управляется напрямую Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, почему она до сих пор существует. Ну, собственно, на него и надеемся. Оставайтесь с нами.